Добрый день, с вами Дови Наташа, художник компании Таир. Давайте сегодня с вами поговорим об объемных материалах, которые художники могут использовать в своих работах. Прием импаста, когда маски краски накладываются густым и сочным слоем, издавна применяются в живописи. Но сегодня речь пойдет не только о красках, но и о специальных объемных медиумах. Для чего они могут пригодиться? Можно обыгрывать пространство холста, создавая на нем различную фактуру. Можно делать объемными, выступающими некоторые элементы на картине. Можно создавать рельефные узоры, нанося материал через трафарет. В линейке наших объемных материалов есть рельефные пасты, моделирующие прозрачный гель и пастозные краски. Какие есть нюансы у каждого материала? Рельефные пасты. Их существует три вида. Грубая, тонкая и гибкая. Мы рекомендуем для использования на холсте только гибкую пасту. Она достаточно пластичная и не потрескивается на подвижной тканевой подложке. Тонкая и грубая паста имеет другой состав и мраморную крошку разного помола в своем наполнителе. Из-за этого на холстах, которые всегда немножко гуляют в процессе работы, рожат, провисают, натягиваются, тонкая и грубая паста могут потрескаться. А гибкая паста позволяет спокойно создавать достаточно высокий и прочный рельеф. После высыхания на пасту отлично ложатся любые плотные краски. Гуашь, акрил, темпер или масло. Для работы же по твердым подложкам, МДФ, арголит, дерево, можно использовать все рельефные пасты Таир без ограничения. Прозрачный моделирующий гель. Пусть вас не пугает, что в банке он молочного цвета. После высыхания он становится прозрачным. Главное не приборщить с высотой мазка, иначе внутри он может остаться мутным. Гель можно носить как в начале работы, чтобы создать рельеф, который в дальнейшем будет окрашиваться, так и в конце, чтобы создать прозрачные глянцевые мазки. Очень часто его покупают для доработки картин, напечатанных на холстах, чтобы придать им блеска и живописности. Из-за своей глянцевости гель после высыхания немного подлипает. Поэтому мы рекомендуем сверху дополнительно лакировать его нелипнущим лаком. Про моделирующий гель у нас снято отдельное видео, ссылка на которое будет в описании. Краски акрилар. Иногда бывает, что под рукой нет ни пасты, ни геля, а очень хочется создать рельеф на работе. Не беда, наша густая пастосная краска акрилар справится не хуже. Художники, работающие в технике импаста, знают, что у этой линейки просто восхитительная возможность удержать высоту и форму мазка. Объемный медиум паст разбавитель. Она предназначена для непосредственного смешивания с краской, для придания по столкности мазку и сокращения расхода. Однако ничто не мешает применять ее, как самостоятельный объемный медиум. А теперь перейдем к блоку экспериментов. Чтобы сравнить все перечисленные материалы, их свойства и фактуры, нанесем их рядом на одном большом холсте. Начнем с грубой пасты. Сначала наношу фактурные мазки. Рядом выкладываю довольно толстый слой и вдавливаю в него разные мелкие элементы. Камешки, бусинки, пайетки. Дальше выкладываю густой высокий мазок. Рядом наношу пасту через трафарет. Затем колирую пасту, добавив каплю бирюзовой акриловой краски. Фигурным мастихином выкладываю мазок. Затем беру тонкую пасту. Наношу фактурный слой. Вклеиваю бусинки и камни. Выкладываю высокий мазок. Наношу через трафарет. Колирую таким же количеством краски и делаю мазок. В следующую очередь гибкая паста. Проделаю все то же самое. Наношу прозрачный моделирующий гель. Вообще мы всегда говорим, что не нужно выкладывать его очень толстым слоем, чтобы он не пожелтел и не потерял прозрачность. Но в случае, если это задумано как рельефный медиум под дальнейшее окрашивание, высота рельефа может быть любой. Обратите внимание, из-за того, что в геле нет никаких наполнителей, при колировке он сохраняет яркость цвета краски, а не разбеляет ее. В следующую очередь белая краска акрилард. Очень важно, если для рельефа брать белило, то важно брать именно титановое белило, а не цинковое. И последний материал – объемный медиум паста-разбавитель. Также я взяла отдельные холсты побольше. Разделила пополам скотчем и нанесла каждый материал двумя способами. Просто фактура и рельефные лучи прорезаны мастихином. Дело в том, что на небольшом участке холста и на целом холсте все пасты ведут себя по-разному, потому что, как вам уже известно, холст – весьма подвижная подложка. Прошли сутки, все высохло. Давайте теперь сравним результаты. Грубая паста очень шершавая после высыхания. Послушайте звук. На первый взгляд она отлично показывает себя на небольшом фактурном участке. Однако, даже если слегка надавить пальцем с обратной стороны холста, сразу появляются трещины. Паста очень сухая, из-за этого хрупкая на гибких подложках. Особенно это видно на отдельном холсте. С вклеением паста справилась на отлично. Все очень прочно и надежно держится. Высокий мазок сохранил свою максимальную высоту. Но верхушки рельефа довольно хрупкие и могут обламываться. Это нужно иметь в виду. Обычно именно по этой причине грубую пасту немного ошкуривают, чтобы потом пик не сломались под краской. Через трафарет паста ложится отлично. Все границы очень четкие. Здесь тоже не помешает ошкуриванию. Колерованная паста также хорошо держит рельеф и сохраняет все свои свойства. Ее тоже можно пошкурить. Тонкая паста даже на ощупь отличается от грубой. Она более нежная. Она также не подходит для холстов. После высыхания покрылась мелким тонким крокелюром. Некоторым творцам такой эффект даже нравится. Но будьте бдительны. Паста хрупкая и из-за трещин отходит от холста при легком усилии. Клеенные элементы отлично держатся в пасте. Высокий мазок тонкая паста держит неплохо, но неизбежно потрескалась. А вот в трафаретном рисунке никаких трещин нет, потому что элементы узора довольно тонкие. Этот вид пасты тоже можно шкурить. В колерованном виде все свойства сохранились. Еще раз повторюсь, и тонкая, и грубая паста отлично подойдут для твердых поверхностей. Гибкая паста из трех паст на ощупь самая гладкая. У нее более сильная усадка, чем у первых двух. Поэтому после высыхания ее рельеф становится более плавным. И кажется чуть меньше, чем был в свежем виде. Резкие края немного сглаживаются. Данный вид пасты не получится пошкурить. Клеенные бусины и камни держатся прочно. Мазок немного потерял в высоте из-за усадки, но выглядит хорошо. Все грани четкие. Паста называется гибкой, потому что даже в высохшем виде она слегка пластична, что позволяет ей не трескаться. Через трафарент узор тоже вышел чуть пониже, но смотрится отлично. И самое главное, нигде не трещин. Моделирующий гель также очень гибкий после высыхания. И нигде не трескается. Возможно, вот эти полоски смотрятся на видео как трещины. Но это просто рельефные следы от мастихины. Гель давно зарекомендовал себя как отличная замена клею. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что все вклеенные элементы останутся в нем на века. Высокий мазок после высыхания сохраняют острые вершинки. И даже едва заметные следы мастихина. Трафарентный узор отпечатывается отлично и четко. Поскольку в моделирующем геле нет наполнителя или пигмента, то колерованный мазок смотрится самым насыщенным из всех. Краска не потеряла яркости и не ушла в разбил. Краска акрилар. Очень хороший вариант создать рельеф, когда под рукой нет паст. Можно брать как цветные оттенки, так и белила. Краска отлично держит форму мазка. Если вы где-то оставили острую пику, она останется такой же острой и после высыхания. И не отвалится, потому что краска очень гибкая. По этой же причине рельеф не потрескается на холсте. Вклеенные элементы надежно держатся в высохшей краске. Мазок без изменений сохранил свою форму. Через трафарет краска также хорошо наносится, не уступая специальным пастам. В колеровке сразу видно, что краска насыщена пигментом. Исходный бирюзовый сильно разбелился. Здесь, кстати, отлично видно, как сохранились острые кончики мазка. Паста-разбавитель. Данный медиум дает самую сильную усадку после высыхания. Это очень видно, если сравнить, какие острые мазки я наносила и какими плавными оказались их формы после высыхания. Однако рельеф есть, просто нужно учитывать эту особенность. Вклеенные элементы держатся очень надежно. В высоком мазке тоже никаких трещин. Из-за усадки рельеф через трафарет получился самый низкий из всех материалов. Поскольку этот медиум создавался для разбавления красок практически без потери цвета, очень заметно, что он отлично справляется со своей работой. После прозрачного моделирующего геля это самый насыщенный мазок. Подведем итоги. Мы полностью исключаем тонкую и грубую рельефную пасту для работы на холстах и гибких подложках. Варианты, которые подходят для холстов и заслужены делить между собой первое место, это гибкая рельефная паста, краска акрил арт и моделирующий прозрачный гель. Пасту-разбавитель также можно использовать, но учитывать, что ее усадка больше, чем у других материалов. А вот если исходить из экономических соображений и сравнивать цены за объем 250 мл, то хит-парад будет выглядеть так. Самый бюджетный вариант это паста-разбавитель. Но помните, что у нее сильная усадка, а значит есть вероятность, что вы захотите нанести второй слой, а значит потратите больше пасты. Затем гибкая паста, идеальное, на мой взгляд, сочетание цены и качества. Потом идет краска акрил арт, а затем моделирующий гель. Что еще нужно добавить? При необходимости все объемные акриловые материалы разбавляются водой, разбавителем акриловых красок или лаком и прочими акриловыми медями. Все материалы смешиваются между собой в любых соотношениях. Здесь есть неограниченное поле для экспериментов и открытий. И, конечно, все рассмотренные материалы отлично подходят для создания рельефа на твердых подложках. Надеемся, что это видео поможет вам сделать верный выбор, когда вы ищете объемные материалы для создания рельефа на ваших работах. Творите с удовольствием и до новых встреч!